Воспитатель Артем держал себя безукоризненно, со стороны посмотреть прямо изысканнейше воспитан, его невозможно было ни в чем упрекнуть. Прежде чем приступить к докладу, он догадался даже совершенно самостоятельно, об этом ему не говорил Алексей Николаевич, спросить пожилую учительницу. Разрешите отвечать? — Правильно, правильно! — мысленно похвалил беседа. — Именно у нее и следовало спросить, а не у меня. Учительница посмотрела на своих детей. — Мы услышали? — Учитесь! — и разрешила. Школьники уставились на Артема с нескрываемым восхищением. Вот это парень! Пуговицы мундиры сияют, на врате какие-то штуки золотые, на брюках прямо генеральские лампасы, белые перчатки он небрежно положил в фуражку. Ах, как говорит! Заслушаться можно! И про Измаил, и про свейцарский поход, и даже точно объяснил, почему училище Суворовским называется. Сам такой выдержанный, но, видно, если тронешь, в обиду не дастся. А Каменюка чувствовал себя великолепно. Откуда только появилась уверенность жестов, спокойная рассудительность, он не важничал, не задавался, но маленькая фигурка его буквально излучала достоинство. «Я вот вам, кусочек прочитаю на память», — сказал Артем. «Это Александр Васильевич Суворов племяннику своему написал. Конечно, можно своими словами, но лучше я точно». Каменюка обвелся взглядом, словно бы говоря, «Только послушайте, послушайте!» И вздернул раздвоенный подбородок начал. «Будь отважен, но без запальчивости, подчинен без унижения, тверд без упрямства, скромен без притворства. Утомляй тело свое, чтобы укрепить его больше!» Артем перевел дух. «Это значит, — не выдержал он, — чтобы не пояснить, — тяжело в учении, легко в бою». «Ясно?» — ответили слушатели в конец покоренные. «Ну вот, пойдем дальше», — явно подражая майору Веденкину, произнес Каменюка. «Будь уверен в своих нуждах и бескорыстен в поступках». На второй парте поднялась рука. «Бескорыстный — это когда на деньги не жадный». «Верно», — подтвердил Каменюка и подумав, добавил. «И когда стараешься для других, а о себе не думаешь. К службе отечества своего, — продолжал он, — являй искреннюю ревность, будь терпелив в военных трудах, в несчастье не унывай и не отчаивайся». Когда Артем пончил, посыпались вопросы. На один из них, сколько наград было у Суворова, он не смог ответить. Собрался было честно признаться. «Сейчас не помню, узнаю, скажу». На помощь подоспел капитан Беседа. Каменюка солидно поддакнул. «Точно! Девятнадцать!» Со средней парты встал в остроносенький русый паренек в синей косоворотке. Желая показать и свою воинскую искушенность, он повернулся к капитану Беседе. «Товарищ капитан, разрешите обратиться к товарищу докладчику?» «Обращайтесь!» Морщинки в глаз Алексея Николаевича собрались с гусиными лапками. «Товарищ докладчик, а давайте сдружимся, наш класс и ваш. У нас авиакружок первый в области». «Первый в области?» Разгорелись глаза у Артема, и вся его степенность мгновенно исчезла. «Да мы хоть сейчас!» Он осекся, посмотрел в сторону воспитателя, тот одобрительно кивнул головой. Продолжение следует... Продолжение следует...